Торговля цветами перед Радуницей всегда бойкая. В этом году из-за коронавируса продажи, конечно, поутихли. Покупателей много, но цветы из пластика по-прежнему товар ходовой. Валентина Гайдукович в цветочном бизнесе 15 лет. Ассортимент товара большой, цветы на любой вкус, цвет и размер кошелька. Ценовая категория от рубля и до 5 рублей. Это так массово покупают, ну а уже выше 5 рублей. Так, не очень. На каждый цветок есть свой покупатель, но в основном в этом году берут цветочки дешевые. Да, искусственные цветы стоят недорого, ухода не требуют и уж точно никогда не завянут. Это плюсы, но есть и минус. Специалисты говорят, что цветы из пластика – настоящая экологическая катастрофа для земли. А что думают брещане на этот счет? Искусственные цветы мы покупаем всегда и будем в этом году покупать. В Европе уже отказываются от них, поэтому я считаю, что нужно и отказываться и у нас, постараться. Это все-таки экология. Надо отказаться. Они засоряют, зайдите на кладбище, сколько их там. Я лично покупаю, но тоже против. Сжигать цветы из пластика вредно. В Беларуси и вовсе запрещено законом. Если выбросить или захоронить, материал будет разлагаться даже не десятилетиями. Вред от пластикового цветка растянется на века. Разложение искусственных украшений, со слов экологов, длится от 100 до 600 лет. 100 тонн таких отходов ежегодно образовывается в Бресте и Брестском районе. Альтернативой, в принципе, допустим, пластиковым цветам можно сюда отнести цветы в горшках, многолетние растения, которые высаживаются в грунт. Это может быть какие-то карликовые кустарники, газон даже простой. Ну и, конечно, уход за могилой периодически так, чтобы поддерживать ее в чистоте и в порядке. Представители церкви говорят также, что могилу близкого достаточно просто содержать в чистоте. Кладбище – это место для молитвы.